всем привет мы на следующем уроке по terraform на этом уроке мы сделаем наш предыдущий урок немножко предыдущий веб-сервер тот же веб-сервер присутствует мы будем использовать и экстернал статический экстерна файлы внешние что это значит мы просто вырежем вот этот скрипт закинем в внешний файл то очень нехорошо в terraform держать что-то другое в принципе terraform оставьте у terraform а шелл скрипты линуксовские или там допустим powershell если вы на windows и поднимать сервер должны лежать в отдельном файле потому что может два разных людей человека писать это дело вы пишите terraform когда он инженер а кто-то пишет и шелл скрипт для своего сервера пусть его отдельная пишет отдельно вам его даст его отдельно ставите поэтому вот это дело давайте делаем эти копии потому его смотрим просто и ставим в новый файл так сначала давайте задим новую директорию или знаете что мы сделаем мы просто да садим новую директорию короче ну фолдер у вас 3 в немов и в него найти мы сейчас делаем что мы сейчас вот я открою скопируем наш веб-сервер этот файл просто возьмем копию его ставим сюда вот она у нас здесь есть чудо вот у нас копия этого файла и теперь в нем мы подбираем вот этот скрипт мы вырежем и ставим в другой файл файл назовем вот мы сейчас видим ну понятно будет он будет юзер дата . эсэйч вообще неважно как он называется на самом деле и расширение тоже неважно и и вставлять вот этот скрипт да почему неважно потому что мы будем использовать в терраформе функцию трое делает берет название файла которому мы дадим берет его контент все что внутри как лица копий поиск составляет вот и все то есть вот у нас это дело давайте добавим чуть изменим вот сервисы и такой то белбайтера форму юзинг экстернал скрипт вот так вот так все у нас скрипт готов юзер дата исаевич это будет очень простой рах получается то есть мы все это дело вырезаем нам уже не надо она уже на 100 этот end of file вот так вот тоже вырезаем все теперь нам нужно вставить контент вот этого файла как этот говорится как делается этот весь копипест ну в принципе это делается очень просто в терраформе есть готовые функции которые берут файл и вставляют его контент вместо этого дела функция называется очень просто файл и название файлов кавычках название файла и название файлы или путь релакист к этому файлу самому мы сейчас находимся в веб-сервер тев то есть и если вы там директории начинаете делать то соответственно там делайте так там дир слэш мои файл . я не знаю моих файл . тексты да допустим так ну у меня ведь ему ее сюда то лежит в этой же директории то вы просто пишем так вот и узор дата . и сохраняем вот и все вот и все серьезно все очень просто самом деле давайте пойдем сюда в сом 3 делаем терраформ и нет скачать все что надо сейчас мы принципе использует очень часто используемая функция очень поэтому я делаю этот урок такой простенький как раз то он принципе только на вот этой маленькой вещи он это очень как говорится это используем часто 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 вы вставляете готовые файлы в ваш контент ваше тело сходит все этот и не сделался теперь просто нужно сразу apply без план запомните как план нужно делать ну так у меня очень сильно маленький проект я как бы не очень боюсь что там что-то не так сделал в общем и вот что он собирается сделать он собирается сделать и или 8 понятно все то же самое как в прошлом уроке и юзердата видите хэш взял тот файл и сделал из него хэш и security group все точно так же как и было да это то что я хочу сделать и начинает сейчас создавать перейдем сюда у нас ведь никаких инстанцев нет у нас есть заваленный инстанц с прошлого раза можно это так стереть он не мешал и сейчас здесь по идее начнет появляться новый инстанц с юзердейта который помните изменена из гордета мы там изменили это был так сказать с прошлого урок до сих пор у нас там добавили в язык со мной скрипт тоже не надо чё там поднимается уже сервер да вот он уже сервер поднимается веб-сервере build.batterform давайте посмотрим юзердейту увидим что он что она и соответствует нашему файлику который мы сделали да так и есть все так и есть видите build.batterform using вот вот наш скрипт просто вставился очень красиво сервер уже ранен значит здесь уже скорее всего на ресурс этот все закончилось чудненько причудненько и все сработало вот наш скрипт можно сейчас вам покажу мы вас и изменим изменится ли и сделаем apple изменится или нет все проверю что все сработало конечно же сервер ну-ка уже отработает еще нет но я уверен что сейчас опять же там буквально чуть-чуть рефреш не знаю нажмем там пару раз и он уже заработает фреш вот уже заработал веб-сервер в языке такой-то build.batterform using external скрипт тот наш и шел скрипт bootstrap сработал идеально все сработало красиво теперь давайте еще сделаем просто подправим наш скрипт если мы изменим что-нибудь давайте здесь допустим добавим еще какую строчку какого и куда мы это делаем и добавляем это дело вот в этот файлик и так фигня конечно просто добавили изменили наш шел скрипт что там еще как говорится делается и все правильно да вроде да и давайте запишем просто terraformatline и посмотрим изменит он или нет и что он изменит по идее вы знаете да что в амазоне нельзя изменить юзер дата скрипт там вроде есть возможность изменить но это не так все как говорится сладко юзер дата запускается один раз при создании инстанса есть возможность там взять так чтобы вы изменить и при перезапуске он запускался еще раз но это немножко хитро в общем так что происходит что он теперь нам говорит он собирается destroy and create new replacement видите веб-сервер будет replaced то есть сервер разогнется и будет создан новый почему 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 а вот почему видите форсет и replacement юзер дата изменена юзер дата требует убивания сервер создания нового и вот так вот в общем все пересездаст один сервер лишь а длите сервис security group остается та же самая не надо менять сервер за один добавлен будет один уничтожен из ну прежде всего он забочит сервера потом будет а потом добавить сейчас начнет destroy делать мы сейчас перейдем в консуль витинг там начинает и ища тинг даун вот начал перейдем вот сейчас это дело уже не будет работать и кстати мы получим сервер с новым адресом то есть тоже все это не нужно вот шатинг даун сейчас он когда загнется начнет подниматься новый снова юзер дейтом что мы ее изменили и перепроверим что все каша работает что наш текст который мы там видели встоком дополнительная строчка на этот халу он что он и существует вот уже замочил сейчас создается новое вот новый появился вот новый айпи адрес ну еще не отвечает опять же нужно чуть-чуть подождать буквально там и думаю минуту уже появится здесь можно перепроверить конечно шпака поднимается что юзер дата у нас здесь уже новенькая вот наша дата вот видите наша новая строчка появился и синего цвета как мы сделали в общем так вот когда меняете очень важная штука происходит да что сервер должен быть переделаться и но в общем то и все вот так вот создаются используются файлы и статические этот файл готов должен быть и он статически он все как он есть все что там написано просто берется крыльца копий тест и вместо вот этого дела оставлять это 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 так работает функция файл все намного интереснее будет на следующем уроке так что и статью как говорится все всем пока это хорошо все все и все и Продолжение следует...